Бюджет не справляется. Уже в следующем году рост цены на коммуналку установит новый рекорд. Коммуналка в России снова подорожает. С 1 июля следующего года тарифы на ЖКУ вырастут почти на 10%. А в Минэкономразвитии говорят, что средняя платежка для семьи из трех человек, которая проживает в 50-метровой квартире, вырастет на 500-550 рублей. Но мы-то с вами знаем, что в реальности могут вырасти значительнее. Издание агентства сообщает, что Минэкономразвития прогнозирует повышение тарифов в следующем году почти на 10%. Единственное мне вот какой непонятен момент. По прогнозам пока что плюс-минус прожиточный минимум хотят проиндексировать примерно процентов на 5, а услуги ЖКХ уже хотят увеличить примерно процентов на 10. Это практически в два раза. Сопоставимые скачки тарифов были как в прошлом, в 2022 году, так и в 2015, в следующем, после начала войны. Залезть в карманы граждан правительству нужно, чтобы найти деньги для «Газпрома», который потерял около половины экспорта после начала войны. Мы понимаем, что в этом году доходы «Газпрома» будут сильно меньше, чем в прошлом. Думаю, что все согласитесь с тем, что мы являемся свидетелями очень серьезных таких тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. И самое главное, меняются экономические парадигмы. В прошлом году чистая прибыль «Газпрома» упала в три раза, а за первые шесть месяцев уже этого года падение было более чем в восемь раз. И как-то компенсировать это надо. Если вы не можете дать из бюджета, а с бюджетом сейчас большие проблемы, то тогда давайте повышайте тарифы. Но Путин в это же время продолжает врать, что в стране все хорошо. Мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации. Мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. «Газпром» еще совсем недавно был национальным достоянием. Приносил в бюджет десятки миллиардов долларов. Всегда считалось, что вот без российского газа европейские страны никак не обойдутся. Но Путин решил шантажировать Евросоюз. Он прекратил поставки газа, чтобы Запад снял санкции. В Европейском Союзе не спешили вводить санкции именно по газу, по покупке российского газа. Потому что была очень большая зависимость, особенно Германия и ряда других стран Европейского Союза. И тут сама Россия помогла. Они решили заморозить Европу прошлой зимой и резко сократили поставки газа. А дальше Путин говорил, это его были слова, наступит экономический коллапс в Европе. Катастрофа, когда без российского газа вы, первое, замерзнетесь, а во-вторых, у вас остановится половина промышленности. Ничего этого не произошло. Оказалось, что на самом деле это Россия не может обойтись без рынка Евросоюза, а не наоборот. Потому обычные граждане будут платить за войну прямо из своих кошельков. Вот сейчас коммунальные услуги, энерготарифы и перевозки будут расти. Это все отражение вот той тяжелой экономической ситуации и нехватки денег, которые есть. То есть, несмотря на все эти разговоры, что якобы Путин там с санкциями справляется, поэтому цены будут сильно расти. Раньше Путин и его друзья воровали у компании миллиарды рублей. При этом она продолжала получать сверхприбыль. Все, что касается газа, я так понимаю, что в следующем году мы можем с вами добежать до того состояния, как... Попросту говоря, будет многие скважины просто нерентабельны. И несмотря на то, что мы являемся, по-моему, крупнейшей страной с реально разведанными запасами газа, все будет отыгрываться на потребителях, то есть на нас с вами. Помимо тарифов на коммуналку для населения будут расти и цены товаров на производстве. Они населению повысят цены как бы еще более-менее подконтрольно, типа вот 20% за два года. Но для промышленных предприятий они хотят вообще отпустить цены на газ, чтобы «Газпром» монопольно вот диктовал цены, какие хочет, и это все никак не регулировалось. И это все в итоге перейдет через всю цепочку на цены на все другие товары для конечных потребителей. Развязанная Путиным война, по сути, ввергает страну во всемирную изоляцию, нищету и позор на целое поколение. Ради чего? Зачем? В чем смысл? Но прекращать ее диктатор так и не собирается. Он будет тысячами гнать людей на смерть ради того, чтобы прожить еще один день. Субтитры создавал DimaTorzok